СТС ЛАВ представляет Тот участник, кто обманет экспертов на большую сумму, выиграет бесплатный лук от профи. Луки, руки, руки, луки нет для скуки. Получи, мой друг, свой бесплатный лук. Они не представляют своей жизни без моды. Встречаем экспертов нашего шоу. Алена Ли. Стилист с огромным количеством клиентов и безупречной репутацией. Считает своим главным преимуществом в жизни идеальное чувство вкуса. Уверена, что нельзя слепо следовать модным трендам. Алена, ты часто включаешь режим «Я знаю цену» всему на свете? Я стараюсь, наоборот, отключать эту функцию. О, то есть она встроена изначально, по дефолту? Да. Наш следующий эксперт Анна Солынская. Фэшн-фотограф и художник. Уверена, если грамотно сочетать одежду по цветам, фасону и фигуре, можно подобрать прекрасный наряд на любой бюджет. Аня, на что ты смотришь в первую очередь? На ценник или на силуэт? Вообще я смотрю на сочетание цветов в одежде и на образ скорее. На образ? Да. И наш третий эксперт Наталья Душегрея. Основательница собственного бренда верхней одежды. Как мама четырех сыновей, обладает титаническим терпением и готова раз за разом объяснять окружающим, в чем их модные ошибки и как сделать образ лучше. Наташа, как думаешь, сложно ли оценивать одежду на расстоянии? Ну, смотря с какой точки зрения оценивать. Если нравится, не нравится, то несложно. А если считать, сколько это стоит, ну, просто не знаю, зачем это нужно в повседневной жизни. Но в повседневной жизни, возможно, и не нужно, но точно нужно сегодня. И я приглашаю на этот подиум первого участника – Наталья. Девушки, посмотрите, какая очаровательная героиня. Как вам образ Натальи? Что думаете? Алена, с тебя начнем. Наталья отлично выглядит. Достойный костюм. Единственное, мне кажется, он сделан из синтетических материалов, что может снизить его стоимость. Анна, что же ты думаешь об этом образе? Вообще, я думаю, что образ очень-очень неплохой. Немного строгий, но, с другой стороны, он может рассматриваться и как какой-то вечерний, какой-то образ-наряд на выход, на какое-то мероприятие. Он очень эффектно смотрится. Наташа, как тебе? Насыщенный бирюзовый, глубокий, благородный цвет, и в то же время достаточно позитивный. Поддержанный топом цвета ньют. Получается, действительно, образ, с одной стороны, элегантный, с другой стороны, и нарядный. Есть в этом нотка веселья. А еще, мне кажется, имеет смысл попросить героиню приподнять брючки. Да. И, возможно, немного распахнуть жакет. Но это совсем другая история. Итак, сколько же стоит этот образ? Я готова огласить результаты. Алена оценивает этот образ в 18 тысяч рублей. Анна считает, что этот образ стоит 12 тысяч 300 рублей. А Наталья дает за него 13 тысяч. Девушки, жду ваших аргументов. Алена. Я исходила из того, что мне, наверное, не хотелось обижать Наталью. Но у меня такое складывается впечатление, что костюм вообще самошитый. Стоимость его может быть значительно ниже. Я думаю, что весомую часть стоимости занимает обувь. Есть у меня такое предположение. Аня? Ну, мне кажется, что цена самого костюма где-то в районе от 9 до 11 тысяч рублей. Возможно, чуть меньше, потому что все-таки ткань синтетическая. Чуть-чуть видно такие небольшие складки на брюках. То есть вот такие неровности это выдает. Ну, именно качество ткани. Но в целом он довольно-таки элегантен. И сейчас я знаю, что в тенденции очень много костюмов с брюками. И примерная цена, которую я видела за эти костюмы, она около 9 тысяч. Наташа, что думаешь? Мне, честно говоря, показалось, что костюм стоит в районе 7. А вот я тоже значительную часть отдала на обувь. Ну, и показалось, что топ это тоже там может стоить в районе до 2 тысяч. Время выяснить, сколько же этот костюм стоит на самом деле. Наташа, поделись секретом. Мой костюм стоит 22,699. Недооценим мы вас. Ближе всего к Истине оказалась Алена. Она ошиблась на 4 тысячи 699 рублей. Анна ошиблась на 10 тысяч 399 рублей. А Наташа на 9,699. Ну что же, Наталья, твой первый образ принес тебе довольно серьезную сумму. 24 797 рублей. Это больше, чем цена всего твоего образа. Очень любопытно узнать, как же ты удивишь наших экспертов в своем втором образе, нижнем белье. А я попрошу прямо сейчас прислать мне сообщения с вашими оценками, пожалуйста. Алена с большим интересом наблюдает за вторым образом Натальи и оценивает этот образ в 4 тысячи 500 рублей. Анна чуть менее заинтересована смотрит на подиум, но дает гораздо больше. 11 тысяч 200 рублей, а Наталья 7 тысяч. Так, друзья, я бы хотела, чтобы вы аргументировали свою позицию. Во-первых, что тебя так смутило, Алена? Мне кажется, или верх и низ из разных комплектов. Такое ощущение, что низ из отдела для детского сада, а верх 18+. Поэтому сумма у меня складывалась из стоимости детского комплекта и взрослого. Именно поэтому ты была так обескуражена. Смелое сочетание. Аня, аргументирую свою позицию. В целом, меня немного смутил розовый цвет в нижней части одежды. И мне показалось, что очень здорово смотрится, во-первых, белый цвет на загорелой коже. Прям вот вам отлично идет этот образ. И тоже показалось, что верх из какой-то очень дорогой коллекции, а низ из дешевых. Так, Наташа, ты что думаешь? Да, на самом деле, у меня тоже сложилось ощущение, что верх из очень дорогой коллекции, а низ из обычной. Весь образ, конечно, немного напомнил Лолиту стайл. Вот это вот рюшечки розовые. Есть в этом некое детство. А верх такой достаточно дорогой. Видно, что это хлопок. Ну, по крайней мере, отсюда кажется, что это хлопок. Да еще с какой-то там вышивкой. Поэтому вот ощущение, что верх реально дорогой история. Смотрите далее. Бесплатный лук. Бесплатный лук. В эфире «Бесплатный лук» – шоу, в котором профессиональные стилисты должны угадать реальную стоимость одежды обычных людей. И я иду к Наталье, чтобы узнать, сколько же стоило ее нижнее белье. Наташа, не томи, признавайся, сколько стоил этот комплект или не комплект. Это не комплект, и он стоил 3600 рублей. Ну что же, Алена оказалась точнее всех. Она ошиблась на 900 рублей. А вот Анна оказалась дальше всех от истины. Она ошиблась на 7600 рублей. Ну, а ошибка Натальи – 3400 рублей. Наташа, тебе очень хорошо удается обманывать наших экспертов. Они ведь настоящие профессионалы в мире моды. И на своем втором образе ты заработала 11900 рублей. Поздравляю. Ну, а по итогам двух раундов в целом, твой выигрыш составляет 36697 рублей. А у нас на очереди второй участник. И это Максим. Вот она максимальная доза брутальности. Девушки, вы ее тоже почувствовали? Катя, я почти влюбилась в эти тапочки. Думаю, что Максим очень любит внимание, и я бы даже попросила его снять верхнюю часть. Я это делала, да? Жарко. Очень жарко. Ты можешь сосредоточиться и что-то сказать про образ? Мне приходится делать усилия, чтобы сосредоточиться. Я бы сказала, что немножко не по возрасту. Если Максим так ходит в повседневной жизни, мне даже интересно, чем он занимается. Может быть, раздает листовки. Анна. Ну, в целом, образ очень яркий, такой уверенный и интересный. Наталья. На самом деле, у меня два старших сына 18-20 лет, и я их недавно подобным образом одевала. Вот, поэтому некоторые цены изделия я прям знаю. Вот, надеюсь, что попаду в точку. Я попрошу все же как-то взять себя в руки, а еще в эти же руки взять свои мобильные телефоны и отправить мне СМС. Я получила ваши цифры, дамы. И вот они. Алена считает, что весь образ Максима в целом стоит 14 тысяч рублей. Анна считает, что это может стоить 12 тысяч 500. Ну, а Наталья убеждена, что это стоит 13 тысяч рублей. Ну что ж, ваши цифры очень близки, аргументируйте мне их, пожалуйста. Я бы больше и не дала. Я очень удивлюсь, если это стоит дороже. Максим. Я вообще расценивала этот лук как одежду из какого-то масс-маркета, то есть не как дизайнерские вещи. Если это именно дизайнерские вещи, какие-то очень дорогих марок, да, он может стоить и в 5 раз дороже. Угу. Наташа. Ну я на самом деле 5 тысяч отдала обуви, потому что, ну, дешевле 5 тысяч, более-менее, такой бы сложно найти. 5 тысяч я отдала джинсам, 2 тысячи кардиган и тысячи футболки. Прекрасно. Уже совсем скоро Максим разденется. Ну, а пока я хочу узнать, сколько стоит его одежда. Боишься меня? Зря. Боится, боится. Лучше рассказывай, сколько стоит твоя одежда. В общей сложности 8 тысяч 700. Больше всех промахнулась Алена на 5300 рублей. Она ошиблась на 3 800, а Наташа на 4 300 рублей. Макс, ты смог обмануть этих прекрасных леди. Как тебе не стыдно. На 13 400 рублей. И да, это только первый образ, потому что впереди долгожданный второй девушке. Вы готовы? Конечно. Тогда, Максим, раздевайся. Да, совсем немного ткани ушло на этот комплект. Хочется узнать, во сколько вы его оцените. Ну что же, и вот что написали девушки. Алена считает, что это нижнее белье стоит 900 рублей. Анна дает за него 650. А Наталья убеждена, что это не может стоить дороже 250. Как-то невысоко вы оцениваете финансовые способности нашего героя. Почему-то так. Но в любом случае, я, конечно же, жду комментариев Алена. Мне кажется, Максим так себя любит, что эти плавки просто не могут стоить 200 рублей. Поэтому я решила, что они должны стоить 900. Неплохо. Хороший аргумент. Аня? Я очень верю в финансовые способности Максима. Но тут я смотрю именно на ткань и на какое-то просто черное-черное белье. Оно обыкновенное. Оно тоже может иметь любую стоимость в зависимости от бренда, от марки. Но в целом я оценила как средний масс-маркет бренд. Ну, оно неплохо сидит. Оно могло бы стоить и дороже. Возможно. Так, но 250. Я подумала, ну, маленький кусочек ткани, в принципе. Вот. И еще в прошлый раз нас так провели. Поэтому я вот решила, что 250. Смотрите далее. Бесплатный лук. Бесплатный лук. С вами снова Бесплатный лук. Шоу, в котором можно получить не только экспертную оценку своего внешнего вида, но и бесплатный модный лук от профи. А я прямо направляюсь узнать у Макса, сколько же стоило его нижнее белье. Ну, не томи. 500 рублей. Как так? Я опять с авансом дала. Ну, я почти. Итак, Алена ошиблась на 400 рублей. Анна на 150. А Наталья на 250. Да, не такой уж большой улов, Максим. Всего лишь 800 рублей. Но по итогам двух луков ты получаешь 14 200 рублей. Бесплатный лук. Ну, а я приглашаю на этот подиум нашу финальную участницу Дарью. Встречаем. Ну что ж, вот такой образ. Как он вам? Катя, у нас сегодня такие милые участники. Ты не хочешь их обижать? Особенно Дашу. Ну так не обижай. Ну как я могу ее не обижать, если образ выглядит на 3 копейки? Ну тогда аргументируй, почему ты так думаешь. Кань синтетическая. Туфли дешевые однозначно. О том, что это недорогой лук, говорят еще и аксессуары. Да? Украшения из прошлой жизни. Вот мне кажется, я уже обидела ее. Так, ну не думай ты о ее чувствах. Думай об ее одежде. Хорошо. Что творится в паховой зоне? Не могут брюки, которые стоят более-менее дорого, так сидеть. Что касается топа, мне кажется, он шел бесплатно к костюму. А ты можешь быть жесткой. Я пыталась мягко. Аня? В целом образ интересный, но здесь я бы заменила топ на что-то более нежное и что-то более закрытое. То есть мне кажется, что сам костюм и топ, они как-то из разной оперы. Наташа? Общее сочетание мне, конечно, не нравится. И на мой взгляд, тоже костюм очень дешевый. То есть вот этот цвет, его можно было, конечно, очень дорого преподнести. В других вещах. Сколько же стоит этот образ? Девушки прислали мне достаточно разные цифры. Алена оценивает этот образ в 8500 рублей. Она дает в два раза больше. 16,5 тысяч рублей. А Наталья считает, что это стоит 4000 рублей. Аргументируйте. Мне кажется, что это рыночный вариант. Поэтому 4000 не больше. Да. Так, Аня? Здесь я считала, что костюм около 6-7 тысяч, возможно. Так. Топ около двух. И туфли, возможно, это 7-8, если это такая средняя марка. Ты их высоко оцениваешь? Возможно. Алена? Наталья оценила костюм в 4000. Я не знаю, где купить костюм за 4000, поэтому 8,5. 4, 8, 16. Какие же разные цифры. И какая из них ближе к реальности? Узнаем у Даши. Ну, ну. Сколько стоит твой образ? 14 тысяч. А выглядит дешевле. Итак, больше всех на этот раз промахнулась Наталья. На целых 10 тысяч рублей. Ошибка Алены – 5500 рублей. А вот Анна была ближе всех к истине. Она ошиблась всего лишь на 2500 рублей. Даш, я думаю, что это очень неплохое начало. Тебе удалось обмануть экспертов на 18 тысяч рублей. И это только первый раунд. Что же будет во втором? Просим. Уважаемые эксперты, я больше не потерплю таких жестких слов в отношении этой очаровательной девушки. Давайте лучше сразу к цифрам. Очень похожие результаты, и я готова их огласить. Алена оценивает этот образ в 4500 рублей. Анна считает, что это стоит 4700. А Наталья дает за него 4200. Вы сговорились? Скажите, почему такие реально похожие мнения? Алена. Мне кажется, что Даша любит белье, и поэтому на нем не экономит. Я думаю, что стоимость оправдана. Аня. Мне нравится, как оно сидит на Даше. Оно интересного дизайна. И у Даши очень идет черный цвет. Она очень здорово подобрала. Наташа. Мне тоже кажется, что все красиво, достойно, элегантно. Ну, и я назвала цену реальную, которую думаю. Мне не терпится узнать, сколько же стоит комплект нижнего белья нашей героини. Пойду узнаю. Милая Даша, рассказывай. 5000 рублей. Мы были близки. Ура! Мы ее угадали. Алена ошиблась всего лишь на 500 рублей, Анна на 300, а Наталья на 800. И это очень хороший результат. Но, тем не менее, Даша все равно удалось вас обмануть, и она положила в свою копилку 1600 рублей. А по итогам двух раундов она заработала 19600 рублей. И вот он, долгожданный миг. Сейчас мы узнаем имя самого хитрого модника страны. Я объявляю результаты нашего состязания. Наталья, тебе удалось обмануть наших экспертов на 36697 рублей. Максим, ты обманул их на 14200 рублей. Дарья, ну а у тебя в копилке 19600 рублей. А значит, победителем сегодняшнего выпуска бесплатного лука становится Наталья. Поздравляю. За это ты получаешь бесплатный лук от нашего шоу. А выбирать свой модный новый образ ты отправишься не одна, а с экспертом, который ошибся на самую большую сумму. И сегодня это Наталья. Бесплатный лук. Наталья, отправляйся в магазин за новым модным луком от нашей программы. А ты, Наталья, не только сможешь помочь Наталье выбрать наряд, но и потянуть практическое знание цен в магазинах и последних модных тенденций. А я, Катя Гершу, не хочу напоследок сказать каждому, не важно, сколько стоит твой образ, важно, насколько его оценивают окружающие. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok